Мы сейчас с Ирой в зеленый автобус, который у нас был разработан и украшен природоохранным центром Самарской области. Поэтому вам остаются вот такие вот медальки в подарок. На следующий год год охраны окружающей среды. Передвижная картина галереи. Эти рисунки собирали по всей области. Дети говорят охотно рисовали на темы экологии. Так они видят окружающую природу. Взрослые, глядя на детские работы, волей-неволей задумываются о том, чем живет и дышит мегаполис. У нас есть определенная проблема, потому что много машин, загазованность, все равно это влияет. Люди все спешат в транспорте, а здесь есть возможность, все равно находишься в автобусе, сидишь, пока смотришь, все равно есть возможность задуматься, обратить на это внимание. И в кинотеатр ходить не надо. На экранах в городском транспорте демонстрируют фильм Люка Бессона «Хоум». Это свидание с планетой культовый режиссер устроил совместно с известным фотографом дикой природы Яном Артюсом Бертраном. Полтора года авторы собирали уникальное видео более чем в 60 странах мира. Пассажиры, говорят волонтеры, уже оценили такие поездки с пользой. Спрашивают, почему так мало автобусов. Почему всего два автобуса, только 61-й и 47-й. И почему всего только на ябре-декабре месяц акты. Многим кажется, что такие акции нужно делать дольше. Пока зеленые автобусы в Самаре будут курсировать до конца года. Если эффект будет ощутимый, к примеру, люди перестанут хотя бы мусорить. Там, где живут, передвижные экологические акции войдут в постоянную практику. Айголь Заганшина, Мурат Гассанов, НГИС События.